Это Троещина. Киевская спальня на 300 тысяч коек, отделённая от остального мира Днепром и автомобильными пробками. Основное занятие жителей Троещины — ждать. Но главное их занятие — ждать того момента, когда на Троещину построят метро. Что такое метро на Троещину, никто толком не знает, но большинство что-то о нём слышало в детстве от бабушки, когда та рассказывала сказки на ночь. А чтобы Троещинцам веселее ждалось метро, Дептранс развлекает их разнообразными аттракционами по перевозке воздуха и пиара. Из этого видео мы узнаем о том, почему район с населением Флоренции до сих пор не имеет подземки и стоит ли её ждать. Также я расскажу об альтернативных видах транспорта на замену метро, и мы попробуем понять, насколько каждый из них подходит или не подходит Киеву. В 1980-х годах на месте сел Выгуровщина и Троещина возводят жилой массив на 280 тысяч жителей. К этому времени этажность домов типовых серий вырастает с пяти и девяти до двенадцати, шестнадцати и выше, и район становится одним из самых густонаселённых в Киеве. Частой практикой Советского Союза было строительство инфраструктуры на опережение — сначала коммуникации и транспорт, и только потом жилые дома. В Выгуровщине и Троещине повезло меньше. Здесь решили отложить транспортный вопрос на потом и заняться в первую очередь квадратными метрами. На то были свои причины. К местным очередникам, ожидавших заселения, добавились переселенцы из Припяти, эвакуированной из-за аварии на ЧАЭС. К тому же экономика Советского Союза в середине 80-х вошла в кризис, и расходы на инфраструктуру приходилось сокращать. В качестве временного решения опустили автобусы до красной ветки метро и троллейбусы на правый берег через новопостроенный Московский мост. Что так, что эдак, до центра ехать было далеко, и получался ежедневный перепробег. Потом наступили турбо 90-е, и главным транспортом всей страны стало вот это. Давка, аварийность, черный нал. Капитализм, счастье, заебись. Тем не менее, планы построить метро были. На карте 84-го года видим 4-ю и 5-ю перспективные линии. Одна из них, та, которая темным пунктиром, идет по левому берегу на юг. Вторая, сиреневая, пересекает Днепр и устремляется к железнодорожному вокзалу, и дальше в сторону Севастопольской площади. Интересно, что линия здесь пересекается с синей веткой на станции Красная площадь, сегодняшней Контрактовой, а с зеленой на станции Львовская площадь, которая по сей день остается недостроенной. Левобережную линию не то чтобы прямо очень ждали. Поскольку, во-первых, рыночная экономика перенесла рабочие места в центр города, то есть на правый берег. А пересадка на красную линию напрочь добила бы последнюю. Куда более востребованной оказалась линия, ведущая в центр. Именно ее имеют в виду, когда говорят о метро на Троещину. При независимости трассировка линии поменялась, и пересадочные узлы были перенесены на одну станцию дальше от центра. На синей ветке это станция Тараса Шевченко, а на зеленой Лукьяновская, что менее удобно для большинства пассажиров. Так что, если линия даже и будет построена, без пересадочного пути до центра она не обеспечит, а вместо этого добавит нагрузки на другие ветки. Новая линия должна пересекать Днепр по совмещенному с автомобильным движением Подольскому мосту, чья история... В 93-м началось его строительство, и как-то изначально все пошло не так. Мост ведет себя, как слон в посудной лавке. Он крушит под собой промзону и речный порт, пересекает залив под странным углом, режет лесной массив на Труфановом острове и упирается в дачу. Тот, кто проектировал мост в этом месте, явно не понимал, что дачник любит свою дачу, а не шестиполосный мост над головой. Пока город воевал с непокорными дачниками, обеспокоившимся не только своими дачами, но и судьбой местного озера, шли годы. За это время с мостом произошло множество смешных и не очень историй. То падал кран, то повесили ванты, пришедшие в негодность за годы неправильного хранения, то теперь весь трафик с шестиполосного моста хотят спустить на двухполосную дорогу через Усановские сады. Но как бы ни организовали автомобильные движения, речи о параллельном запуске метро нет, как нет и утвержденного проекта линий. В качестве альтернативы Левобережной ветки решили построить скоростной трамвай. В 1990-м утвердили проект, в 93-м начали строить и через 7 лет ко дню города торжественно открыли усеченный вариант с конечной станцией генерала Ватутина посреди нигде. Ни до одной станции метро линию так и не довели, предложив пассажирам пересаживаться на другой наземный транспорт и уже на нем переправляться до метро. Жители Троищина оказались настолько неблагодарны, что трамваи не оценили, и через 8 лет его пришлось по-тихому закрыть. Правда, история с ним не закончилась, и мы вернемся к ней чуть позже. Я разобрал часы и передвинул в вазу, так начались приходы темноты, большой и малой сразу фигней. В середине 2000-х Троещина наглухо встала в пробку. 300-тысячный район уперся в три точки, отделяющий его от остального мира, а пробка начала растягиваться по всей старой окружной. Троещину нужно было вывозить хоть на чем-нибудь. Вариант просто подсветить неработающий мост сиреневыми огоньками тогда не прокатывал, приходилось что-то еще и делать. Решение явилось откуда не ждали, со стороны северного полукольца железной дороги. Несмотря на то, что линия лежала вдалеке от Троещины, тогдашние власти придумали нестандартное решение. Они взяли платформу с говорящим названием Огородная и назвали ее Троещиной. Дорогу к платформе заасфальтировали, организовали автобусы-подвозки, а по участку железной дороги пустили два электропоезда до станции метро Почайна, тогдашней Петровке. О проекте городской электрички я рассказывал в предыдущем видео, ссылка будет в описании, поэтому здесь повторю лишь основное. Несмотря на то, что городская электричка была лишь одним из трех звеньев по пути в центр, свою аудиторию она нашла. Спустя два года ее запустили по всему же Докольцу, модернизировав с десяток старых поездов депо Фастов юго-западной железной дороги. Затем в 2012-м была построена пересадочная станция Троещина-2 с подведенной к ней линией уже знакомого нам скоростного трамвая. Такое решение было воспринято неоднозначно. Власть критиковали за половинчатые решения и пиар за счет городской казны. Не может быть! Поскольку железная дорога на этом участке проходит по высокой насыпи, для трамвая пришлось построить эстакаду, которая не оставляет ему надежды на развитие. Если в будущем все-таки продлевать линию доли Выбережной или Подольского моста, то кольцо не только окажется ненужным, но и станет помехой. Сама станция тоже… интересно. По-своему. Тут и низкая платформа, единственные на всем кольце, и ничем не защищенные наземные переходы через рельсы, и отсутствие выходов на улицу, если не считать вот этого. Впрочем, я буду несправедлив, если назову станцию Троещина 2 бесполезной. Да, она сделана по-быстрому, криво, непрактично, тул подешево, наплевательски, опасно для жизни пассажиров, но в остальном-то все хорошо. Если тщательно спланировать пересадку и электричка не опоздает, отличный пересадочный узел, на фоне всех остальных. Впрочем, киевский S-BAN быстро превратился в fail-BAN из-за хозяйственных споров. Взяв на баланс подвижной состав, Киевпостранс привел его в соответствие своим стандартам и влез в долги перед железной дорогой. Под разными предлогами электрички переставали ходить, либо сокращались. И в смысле графика, и в смысле количества вагонов в составе. Крепкое хозяйствование, полное отсутствие системной транспортной политики и эпидемия ковид превратили городскую электричку в поезд фантом. Сегодня единственная задача этого номинально действующего вида транспорта – помогать в создании шок-контента. И это еще сильнее убеждать троеченцев в той мысли, что их спасет метро и только метро. Итак, если все-таки метро. Главный вопрос, о котором ломает копия транспортное сообщество – это трассировка линий. Обсуждаются два наиболее логичных варианта – под улицей Маяковского или по улице Бальзака, вместо линии скоростного трамвая. Первый вариант отличается лучшим охватом и обеспечивает весь жилой массив 10-минутным доступом к станциям, за исключением северных окраин. К тому же, пересечения улиц здесь организованы в виде круговых развязок, что удобно для обустройства входов на станции и разворота местных подвозок. Однако строительство тоннелей, пусть даже и мелкого заложения, влетит в копеечку и на долгие годы превратит главную улицу Троещину в стройплощадку, такую, как на главном проспекте города Днепра, о подземке которого на канале есть отдельное видео. Наземный вариант по улице Бальзака построить гораздо проще. Однако это будет отчасти строительство ради строительства, поскольку с нечетной стороны улицы расположены остатки села Троещина и просто ничего. Впрочем, такой вариант окажется выигрышным как раз для тех северных окраин, которые окажутся неудел, если ветка пойдет по Маяковскому. Спорным остается участок от Троещины до Подольского моста. Как он должен идти? Если тянуть линию по Бальзака, то все более-менее очевидно. Рисуем линию на юг по ветке скоростного трамвая, делаем пересадочную станцию на городскую электричку и далее под железнодорожной насыпью выходим к мосту. А что, если все-таки по Маяковскому? Тогда, видимо, с минимальным радиусом поворота с бульвара Перова под улицу Стальского и мостом через озеро. Впрочем, планы на этот счет меняются чаще, чем погода в горах. Кажется, перебрали уже все возможные варианты. Такой, такой, вот такой и даже такой. По результатам последнего сеанса с магическим кристаллом, линия должна пройти все-таки под улицей Маяковского. Союз гадалок и фантастов под названием «Киев Генплан» опубликовал очередной, эммм, собственный «Генплан», на котором намалевана 25-километровая линия метро, с перспективой ее полного завершения к 2070 году. Если шевелиться, начнем сейчас. Но а если все-таки не метро? Отступники от церкви святого метро предлагают несколько решений. В их числе и система трамп-трейна, а также линии ЛРТ и БРТ, и сейчас мы разберем каждую из них. Трамп-трейн – это трамвай, питающийся как от трамвайной, так и от железнодорожной сети и понимающий ЖД-сигнализацию. Харистоматийным примером такого вездехода считается система в немецком Карлсруе. В 1992 году город договорился с ЖД-оператором Deutsche Bahn о движении двух системных трамваев в соседний Бреттон, а позже и в другие пригороды. Впоследствии похожие цвайзю стемиша штурмбан обергазенвагены заработали и в других немецких городах – Сарбрюкене, Нортхаузене, Цвикау, Хемнице и Касселе. Что интересно, в двух последних городах трамваи едут по железной дороге на дровах и евре… Кхм-кхм, на дизеле они едут, на дизеле. В Киеве системой трамвая-поезда предлагают соединить скоростной трамвай на Троещине, часть железнодорожного полукольца и скоростную линию трамвая на Борщеговку. По словам главного публичного защитника этой идеи инженера Виктора Петрука, спрос на такую линию превысит четверть миллиона пассажиров ежедневно, а трамваи, то есть поезда, смогут развивать среднюю маршрутную скорость свыше 50 км в час. Строительство линии, по оценкам Петрука, обошлось бы минимум в пять раз дешевле, чем Метрополитен, а сроки реализации не превысили бы трех лет. В качестве подвижного состава инженер предлагает выбрать вот такой двухсистемник от Альстам, рассчитанный на перевозку около 300 пассажиров. Однако, при всем уважении к Виктору Петруку и ряду его полезных предложений для Киева, идея трамтрейна нуждается в критике. И вот почему. Первое. Электрификация. Трамвайная сеть – это 600 вольт постоянного тока, а железная дорога в Киеве – 25 кВ переменного тока. Спросите у зацеперов, они знают разницу. Можно, конечно, сделать из трамвая дизельный автобус, но, во-первых, в Украине дорогое топливо, а во-вторых, мы же не хотим еще больше автобусов МАЗ только на рельсах. Плюс увеличенная нагрузка на трамвайный путь и сложное обслуживание. А как Киев по страну обслуживает подвижной состав, киевляне знают. Второе. Высота контактного провода. Это контактная сеть трамвая. А это железные дороги. Как должен выглядеть пантограф, если высота самого трамвая чуть больше трех метров? Представили себе эту четырехметровую фиговину? Напомню, что в 2012 году начавшие работу в Украине поезда Hyundai часто выходили из строя как раз из-за поломок токосъемников. Ну, вы помните эти покатушки скоростных поездов под маневровыми тепловозами. Вот и представьте, как этот трамп-трейн ломает себе пантограф или, еще лучше, наматывает на него контактную сеть где-нибудь на подходе к ЖД вокзалу. Третье. Пути. Разницы между железнодорожными и трамвайными путями практически нет, но она есть. 4 миллиметра. Ну и ладно, 4 миллиметра не так уже страшно, скажете вы, и будете правы. Однако есть еще кое-что. Внимательно посмотрим на трамвайный рельс. А теперь на железнодорожный. Там плоская. Тут округлое с уклоном. Если запустить трамвай с его колесами на железную дорогу, то по прямой он может еще и поедет. Однако на первой же стрелке покажет фокус по-харьковски. Но если адаптировать трамвайное колесо под железную дорогу, будет проблема уже на трамвайном пути. И колеса и рельсы будут быстро изнашиваться, а здоровенная реборда не влезет в канавку трамвайного рельса, там где она есть. 4. Платформы. Если ширина электропоезда 3,5 метра, то, скажем, трамвай Татар Т-3 уже уже на целый метр. Даже если заказать какие-то чуть более широкие вагоны, пассажирам придется играть в игру «Не наебнись под колеса». А если платформа высокая, а трамвай низкопольный, то придется поиграть еще и в «Царя горы». Поменять высокие же доплатформы на низкие, пригородное сообщение будет бесконечно радо. Заменить платформы скоростных трамваев на высокие, но опять же, что делать с шириной вагонов? Ну и об интеграции с городской сетью тоже можно будет забыть. В Европе такая проблема не столь актуальна, потому что же довагоны там более узкие. По этой причине там нет ни компоновки кресел 3 плюс 3, ни плацкартных вагонов. Пятое. Двоевластие. Как и в случае с городской электричкой, за подвижной состав трамп-трейна будет отвечать город, а за ЖД-участок – железная дорога. Чем заканчивается такое совместное хозяйствование, я уже показывал в предыдущем видео. Ни одна местная власть в Украине не умеет договариваться с железнодорожниками и постоянно одолжна им миллионы денег. Но если городская электричка ходит только в час пик с интервалом не менее 15-20 минут и юго-западная ЖД еще выделяет ей графики, то едва ли она согласится это делать для трамвая с более сжатым интервалом. Дать зеленый свет трамп-трейну значит сделать это в ущерб грузовому движению, на котором Укра Залезница зарабатывает деньги. Альтернативы северному ЖД-обходу нет и не предвидится. Шестое. Совместимость линий. Для того, чтобы вывести трамвай на железную дорогу, нужно построить три развязки в разных уровнях. Первая – в районе сегодняшней станции Троещина-2. Учитывая то, что железная дорога здесь проходит по высокой насыпи, трамвайный путь должен идти под ней, как-то вот так. Подчеркну, что это исключительно мои фломастеры, без учета земельного вопроса. Второй развязки не хватает между платформами Дарница и Левый берег. Но ее и сейчас не мешало бы построить, чтобы направлять городскую электричку действительно по кольцу, а не заворачивать в тупик для смены кабин. Но если этого нет до сих пор, то как-то странно ожидать, что Укра Залезница возьмет и отслюняет вам эстакаду, на которой не будет грузовых поездов. И, наконец, третья развязка нужна в районе же до вокзала, и вот тут сложнее всего. Здесь есть частные территории и улица Борщеговская, которую нужно как-то пересечь. Как это должно выглядеть? Условно вот так? Или так? Нет, можно, конечно, сделать все на отъебись в одном уровне. Но это значит создать конфликтующие потоки на довольно напряженном маршруте, а значит и увеличить интервалы. Но зачем тогда вообще все это нужно? Седьмое. Подвижной состав. Нужно понимать, что готовый подвижной состав под нужды Киева сегодня не может предложить ни один производитель. Да, выше и упоминал трамвай от Альстом, но его нужно серьезно адаптировать под напряжение в сети, ширину платформ и так далее. Фактически это будет отдельная модель, разработку и испытание которой уйдет время. Кроме того, цена, подвижной состав и комплектующие нужно будет покупать за твердую валюту. А закупить нужно будет сколько трамваев? Давайте посчитаем. Длина всей линии трамптрейна, если считать по самому длинному варианту от Троещины до Южной Борщеговки, составляет 37 километров. Маршрутная скорость городской электрички плюс минус 35 километров в час, в зависимости от рейса. Учитывая то, что расстояние между станциями трамвая меньше, чем между станциями на ЖД участке, у нас нет причин считать, что маршрутная скорость трамвая будет выше, чем у электрички. Итого, при оптимистичном сценарии, один трамвай будет проезжать полный маршрут в одну сторону за час с копейками, а выполнять полный оборот туда-назад более чем за два часа. Значит, при 10-минутном интервале Киеву нужно закупить минимум 12 трамваев. А для того, чтобы обеспечить 6-минутный интервал, понадобится уже 20 трамваев, при условии, что все они до единого выйдут на линию и будут быстро оборачиваться на конечных. Для них нужно будет построить отдельное депо. Или, скажем, переоборудовать депо Шевченко, обслуживающее скоростной трамвай. А те трамваи, которые там обслуживаются сегодня, распределить по двум другим депо. Сможет ли Киев закупить сразу 20 или хотя бы 12 двухсистемников, каждый из которых стоит несколько миллионов долларов. Сомнительно. И татрами под тепловозной тягой здесь, боюсь, не обойдешься. Восьмое. Стандартизация. Честно признаюсь, что я и близко не железнодорожник, и вообще не транспортник. Но я уверен, что у железной дороги есть свои требования к подвижному составу. Как минимум, у трамвая должна быть соответствующая сцепка. Наверняка есть минимально допустимый вес. И уж точно трамвай должен выдерживать нагрузки, чтобы не разорваться надвое в составе с другими вагонами. Так что, допустят ли залезницы трамвай на свои пути без серьезной адаптации и, как следствие, утяжеления – большой вопрос. Если вы железнодорожник и вам есть что сказать на этот счет, обязательно оставьте комментарий. Заодно и узнаем, есть ли среди зрителей канала люди из профессиональной сферы. Ну и, знаете, это нам, рисователям фломастерами по карте, все легко и очевидно. Постройте то, сделайте это. Но жизнь жестче, и ДСТУ только смеются нам в лицо. Такую ширину нельзя, такой радиус кривой нельзя, ничего нельзя. Короче, все свои гениальные проекты можешь нарисовать у себя на крышке унитаза, умник из ютуба. Девятое. Маршрут. Во все вышеперечисленные сложности можно было бы как-то вписаться, если бы трамтрейн доставлял людей в центр. Но он этого не делает. Он либо подвозит жителей Троещины к метро Левобережная, которая и так скоро лопнет, или катает их вокруг центра. При этом длина маршрута от улицы Милославской на Троещине до ЖД вокзала составит, сколько бы вы думали, 26 километров. С таким же успехом можно переехать с Троещины в Боярку, Ирпень или Барвары, и путь до работы будет таким же. Да, понятное дело, что не все едут в районы деловой активности. Многим нужно на автовокзал у метро Выдубичи или в район Лыбецкой площади, где, кстати, не мешал бы построить станцию. Но ведь с этим справилась бы и обычная городская электричка, которую нужно просто привести в порядок. А трамтрейн ее как раз и убьет, оставив северное полкольцо без движения. При этом в объединении обоих скоростных трамваев в один маршрут смысла вообще довольно мало. Кому нужно из одного спального района в другой, на противоположном конце города? Нет, то есть я уверен, что кому-нибудь да нужно, но это задача, опять же, для городской электрички, у которой есть станция Борщеговка. В общем, что мы получаем в итоге? Годы на создание подвижного состава и его испытания. Сложные взаимоотношения Киева с железной дорогой. Строительство эстакад и новых низких платформ вместо высоких, опять же, за чей счет, железной дороги или Киева. Сложности эксплуатации, быстрый износ пути, окончательное убийство городской электрички, с большой вероятностью срыва графиков из-за опозданий других поездов. И все это для чего? Для того, чтобы катать жителей Троещин вокруг центра города, причем первые полгода, скорее всего, под тепловозом. На основании всего перечисленного я делаю открытый для оспаривания вывод, что идея трамп-трейна в Киеве – это полная «ты меня». Куда более жизнеспособным решением выглядит линия ЛРТ – легкого рельсового транспорта. Как правило, за этой аббревиатурой скрывается обособленная линия трамвая или наземное метро небольшой вместимости. Для запуска такой системы на Троещине многое уже построено. Во-первых, уже есть линия скоростного трамвая, и она в довольно хорошем состоянии. Во-вторых, построен ярус Подольского моста, предназначенный для метро. Остается соединить трамвайную линию с мостом, а это в любом случае пришлось бы делать при выборе метро. И построить трамвайную эстакаду с Подольского моста на верхний и нижний вал. Так мы получаем кратчайшую подвозку и к центру, и к метро, и, что очень важно, воссоединяем левобережную трамвайную сеть с правобережной. Помимо сообщения с Подолом, нижней частью центра трамвай легко продлевается по уже существующим линиям до метро Лукьяновская и дальше до Вокзальной. Если же на этих участках что-то случается и движение останавливается, то трамваи, идущие с левого берега, просто разворачиваются на контрактовой. Такая система получается куда более гибкой, и я уж не говорю о том, что более дешевой в сравнении с метро. Во-первых, улицы Троещины не нужно перекапывать. Во-вторых, метро в любом случае не построят сразу и везде. Придется подвозить людей к ближайшей станции, это лишняя пересадка. В-третьих, станция метро аккумулирует десятки тысяч людей в одном месте, которым на самом деле именно в это место не нужно. Им нужно сюда, сюда или вот сюда, возникает проблема последней мили. В то же время трамвай доставляет пассажиров гораздо ближе к пунктам назначения. Ну и цена вопроса. Линию метро глубокого заложения, а именно такой должен быть участок на правом берегу, банально дорого строить. Это проходческие щиты и глубокие станции пересадки на Лукьяновскую и Вокзальную. То, что трамвай более выигрышная стратегия там, где нет денег на подземку, видно на примере двух городов – Днепра и Кривого Рога. В Днепре построили глубокое метро из шести станций, которые и близко не перевозят проектное количество пассажиров. При этом строительство в скальных породах велось чрезвычайно тяжело, а для поддержания системы нужно постоянно откачивать воду, ремонтировать эскалаторы, содержать депо и штат сотрудников. В то же время Кривой Рог построил 18-километровую линию скоростного трамвая, где только три станции из 11 расположены под землей и те мелкого заложения. При этом линию хоть косо-криво, но соединили с общегородской трамвайной сетью, что дало возможность проложить маршруты через весь город. На канале есть видео и об одной и другой системе, ссылки будут в описании. С подвижным составом для ЛРТ тоже ничего сложного не будет. В идеале бы, конечно, накупить 50-метровых гусениц, но на первые лет 20 даже поезда из старых Татар тоже сгодятся. Умели же их когда-то сцеплять не только по две, но и по три. Для тех, кого аргументы не убедили и кто хочет видеть метро и только метро, скажу, что вопрос, как называть систему, чистая условность. Ни длина ширина подвижного состава, ни сигнализация, ни еще какие-либо факторы вас ни к чему не обязывают. Поезда метро в Копенгагене состоят всего из трех вагонов, при длине состава всего 39 метров, что на 17 метров короче обычных будапештских трамваев. Ну и что, думаете, датчане по этому поводу сильно комплексуют? Да им вообще настолько наплевать на все эти условности, что у них поезда Интерсити из Швеции становятся местными электричками от Копенгагена до Хельсингера. А метрополитен Порту хоть и называется метро, но по сути является трамваем, и таких примеров множество. Так что если уж так хочется называть скоростной трамвай метро для большей гордости, то ради бога. Другое дело, что для строительства ЛРТ нужно внести изменения в проект Подольского моста и направить трамвайный ярус в сторону верхнего и нижнего вала. По всей вероятности этого уже никто не сделает, а насколько сложно будет построить необходимую эстакаду в будущем вопрос открытый. Теперь поговорим о BRT или метробусе. Это скоростные автобусы, троллейбусы и всякие прочие шиннокопытные, которые ездят по выделенным линиям посередине автомагистралей. Подобно метрополитену, такие системы используют высокие островные платформы для быстрой высадки и посадки. Такой вид транспорта хорошо прижился в странах Латинской Америки, Соединенных Штатах, а также в Израиле и Турции. Кроме того, в Европе и Австралии существуют системы, где работают автобусы с направляющими роликами, что позволяет им развивать более высокую скорость. В Германии даже экспериментировали с общей выделенной линией для трамвая и шпурбуса. И нет, в этот раз я это слово не выдумал. Но шпурбус – это всё-таки другая история, а для Киева предлагается именно классический метробус. Подобную линию предлагают построить от Троещины через проспекты Шухевича и Бандера и далее по старой окружной до Севастопольской площади. Предполагается, что линия соединит Троещину со всеми ветками метро и правобережным скоростным трамваем. Звучит вроде бы отлично, однако не нужно обладать хрустальным шаром, чтобы увидеть сложности реализации. Строительство линии посередине существующих дорог будет означать многолетнюю пробку. На восьмиполосном проспекте Степана Бандера, который, к слову, только-только капитально отремонтировали, это ещё окей. Но на шестиполосных улицах Елены Телеги, Вадима Гетмана и далее будет адский ад. Допустим, построили мы выделенку для автобуса, оставив для остального трафика по две полосы, что вполне вписывается в европейский тренд сужения дорог. Но что тогда делать с первой полосой? Оставить её для общественного транспорта или сделать общей? Но тогда обычные троллейбусы станут в общую пробку. Или мы их совсем уберём и оставим только BRT. Или раскопаемся вокруг и будем расширять дороги за счёт зелёных зон. А между тем, расширения дорог в районе станции BRT не избежать. Платформы-то будут посередине. Ладно, опять-таки проспекты Бандеры и Шухевичи, но что делать с пересадкой на метро Шулявская? А с четырёхполосным тоннелем возле метро Дорогожичи? Выводить автобусы из выделенной полосы посередине и направлять их по верхнему ярусу, создавая конфликтующие потоки? К тому же, если платформы островные, то и выход из автобуса должен быть слева. Так что либо мы заказываем кастомизированные автобусы с высоким полом и выходами налево, либо делаем островок Британии с движением против шерсти. Даже при наличии мощных бетонных заграждений звучит как-то не очень. Так может, ну их, эти островные платформы, сделать их просто по бокам? Но тогда вообще всякий смысл пропадает. Получаются те же самые автобусы, только с высоким выходом. Зачем они нужны, если в Киеве и так ездит низкопольный транспорт, подходящий для обычных остановок? В общем, метробус для Киева довольно сомнительная идея, в стиле «смотрите, я умею читать википедию на английском». Хорошо, так что же делать? И вот, мы подобрались к той части видео, где я изложу свое субъективное видение, как и на чем вывозить трою. Естественно, со мной можно и нужно спорить в комментариях. Итак, первое. Нужно ли метро на Троещину? Да, нужно. 300-тысячный район, где практически нет рабочих мест, сам по себе достаточная причина для строительства мощной вывозной системы. Но вместе с тем нужно понимать и то, что за 30 лет не было сделано практически ничего, чтобы метро на Троещине появилось. По состоянию на дату выпуска этого видео нет даже утвержденного проекта линии. Сколько еще лет местные жители готовы ждать, ради того, чтобы получить неудобную пересадку на станции Тараса-Шевченко и единственную станцию в самом начале жилмассива? Куда разумнее не ждать пришествия метро, которое одним махом решит все проблемы, а развивать то, что уже есть или находится в состоянии полуготовности. А именно. Основным решением должна быть линия ЛРТ по улице Бальзака до контрактовой площади Лукьяновки и ЖД вокзала. Длинные сочлененные трамваи плюс выделенная линия плюс интеграция с городской сетью. Вместе с тем нужно максимально задействовать трамвайную линию по улице Закревского, ведущую к метро Черниговская и далее на юг. Эта линия также проходит по выделенным участкам, и ее потенциал не использован. А между тем, именно она могла бы стать альтернативой левобережной линии. Обязательный пункт программы – наладить работу городской электрички. Погасить долги перед железной дорогой, привести в порядок поезда, наладить движение хотя бы с изначальным интервалом 15-20 минут и использовать незадействованные станции, такие как Киев-Днепровский и Протасов-Яр. Подробнее останавливаться не буду, поскольку об этом я говорил в предыдущем видео. Вместо линии BRT я бы наладил движение обычных низкопольных троллейбусов по полукольцу до Севастопольской площади и дальше вплоть до автовокзала. В качестве подвижного состава сгодилось бы все – не только троллейбусы, но и электробусы, и даже простые дизельные автобусы, которые все равно лучше маршруток. То же самое сделать и на бульваре Перова, с коридором до метро Дарница и Левобережная. То же самое с движением автобусов до Подола и выше. Там, где сейчас ходит редкий и постоянно забитый 114-й автобус. Минимально возможный интервал, выделенная правая полоса, а главное – четкое соблюдение графика и работа полиции, чтобы автомобили не мешали движению на автобусной полосе. Где взять подвижной состав? В сравнении с украинскими регионами, Киев и так закупает довольно много наземного транспорта, причем неплохого. Другое дело, как он его использует и обслуживает, ставя под забор еще сравнительно новые машины. Все перечисленные решения в совокупности дают пассажиру отличный выбор – ехать ли сразу в центр, или до ближайшего метро, или до пересадок на что-нибудь еще. Спасибо всем, кто разделил со мной расходы на создание предыдущего ролика. Способы поддержать канал ниже в описании. Свои мысли о том, как решить транспортную проблему Троещины, а также аргументы за или против перечисленных проектов, оставляйте в комментариях. В следующем видео мы поговорим о том, как развитие железных дорог изменило окраины Киева и его пригороды. А на сегодня все. Пока.